Здравствуйте, мастер! Сегодня хотелось бы поговорить о такой интересной теме, как йога-нидра. Ее еще называют йогой сна или йогическим сном. Скажите, пожалуйста, что означает йога-нидра? Для чего она нужна? Нидра — это глубокое состояние, в котором пребывает сознание. Нидра — это слово, вот есть слова «внедриться». То есть погрузиться во что-то, углубиться. Но это не просто погружение, это осознанность. И йога-нидра — это погружение в глубочайшее состояние, внутрь себя, осознанно. Это не сон. Сон может быть для ума. Тело отключается также, это может быть сон для тела. Но сознание должно бодрствовать. Эта практика очень хороша, потому что она позволяет человеку выйти за пределы обычного мышления, обычного привычного мышления. То есть речь идет о том, что человек в обычной жизни, он все время в активной фазе находится. Его ум все время скачет из одной стороны в другую. То есть он постоянно что-то для себя пытается понять. Он все время создает волны, которые тратят энергию, жизненную силу. А нидра или йога-нидра, я бы вообще назвал это больше крия-нидрой. Почему? Потому что, во-первых, мы практикуем крия. И если мы используем эту технику, эту технологию, то это будет крия-нидра. Йога-нидра — это общее понятие. Но почему крия в большей степени? Потому что крия — это действие. И то действие, которое вы создаете в момент погружения внутрь себя, является намного важнее или эффективнее, нежели вы просто расслабляете свое тело. Как это делается в шавасане или в йога-нидре. Потому что одно дело, вы расслабили тело, другое дело, вы с этим работаете. Вы работаете в этом состоянии измененного сознания. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы понимали, что крия-нидра — это следующий более глубокий этап общей йога-нидры. То есть йога-нидра — это шавасана, расслабление, а крия-нидра — это действие внутри этой нидры, внутри этого состояния, образно говоря. Если мы говорим о том, что крия-нидра очень эффективна, то нам нужно понимать, насколько и что вообще из себя представляет эта эффективность. Вообще для чего она нужна? Чтобы расслабиться и отдохнуть, для этого нужна просто шавасана. Чтобы как-то погрузиться внутрь себя и, допустим, исцелить себя, для этого достаточно йога-нидры. Но крия-нидра нужна для того, чтобы вы опознали себя, для того, чтобы вы осознали себя, для того, чтобы вы наконец-таки встретились лицом к лицу с самим собой. И это, кстати, можно делать не только в горизонтальном положении, но и в вертикальном, сидя в кресле. Вот ты сейчас сидишь в кресле, и ты можешь расслабиться в этом кресле. Когда вы очень хорошо будете уметь входить в состояние глубокое, то для вас подмасана в ровном вертикальном положении также станет позой для крия-нидры. Потому что я обучаю еще и сидя расслаблять тела, части тела, органы, сознание, целом тело. В итоге, когда вы хорошо погружаете свой разум внутрь себя, вы входите в сферу божественного разума. И вот там есть отдельно взятая работа, общение с этим. Это уже на более продвинутых уровнях объясняется. На сегодняшний день крия-нидра является эффективным способом для быстрого погружения внутрь себя. Поэтому я решил ее дать, потому что большинство людей, они, ну, в общем-то, нуждаются в этом. Почему? Потому что им тяжело сидеть долго, медитировать. Хочется лечь. Тогда, когда человек ложится, он имеет возможность использовать это положение. И даже когда он спит, перед сном, во время сна, вы можете запускать механизмы работы крия-нидры в течение всего сна. Человек спит 7-8 часов. Он может спать осознанно в конечном итоге. Сначала, конечно, это будет сложно. Но есть практика, есть алгоритм, есть то, что называется система стройная, и она позволяет человеку прийти к этому. Постепенно вы поймете, насколько вы можете намагнетизировать свое тело, свои тела, не только физическое тело, но и эфирное, астральное тело. Насколько вы можете трансформировать его, вытолкнуть все заболевания, какие есть. Это возможно. Туда же входит система оздоровления и система лечения собственными гормонами и транквилизаторами. Но я уже об этом чуть попозже скажу. Вот в целом, что такое крия-нидра. Мастер, расскажите, пожалуйста, о курсе крия-нидра, который готовится. Для кого он? В принципе, вы об этом уже сказали. Какое количество уроков там будет? И можно ли совмещать тот курс, который сейчас готовится, уже с практикой крия? Как это вплести в общую практику? Крия-нидра совмещается со всеми направлениями и системами. Даже просто с обычной формой деятельности человека. То есть она вплетается в жизнь. Она очень удобна, портативна. Я специально намеренно не сделал очень много уроков. Но сделал всего три занятия. В эти три занятия входит базовая система погружения и расслабления. Затем более усложненная и сложная. Это всего три занятия. Туда же входит и система лечения и оздоровления. Она не должна быть очень громоздкой. Она не должна быть очень объемной. Потому что у людей в современном мире нет сейчас времени столько посвящать этому всему. Но она должна быть емкой, как я уже сказал, очень удобной для того, чтобы за достаточно короткое время себя научить что-либо делать. Но сама подача материала выглядит таким образом, что человек, который становится на путь крия-нидры, он захватывает не только саму систему крия-нидры, но и все остальное. Это, по сути, крия-йога. Только через нидра практику. Вхождение в космическое сознание. Вхождение в космическое состояние. Это та же крия-йога. Не все, допустим, люди занимаются крия-йогой. Не все готовы к ней, как им кажется. Но все могут использовать эти методики. Вначале будет правильное расслабление, потому что не все знают, как подойти к этому расслаблению. Есть алгоритмы определенные. Затем будет работа с магнетизацией тела. И очень тонкая работа в третьем большом уроке, где я буду вести людей к тому, чтобы они прорабатывали энергоцентры, чувствительные спинальные центры и канал сушумным. Туда же входит и техника пробуждения всевидящего ока. На фоне этого всего есть магнетизация и выход за пределы обычного существа. Это достаточно универсальная методика. Ее могут использовать все люди, которые даже не имеют отношения к йоге, потому что там доступно все. Но по, как говорится, эффективности все зависит от того, насколько человек регулярно работает. Уже через 2-3 недели регулярной практики вы почувствуете значительные изменения. Очень частый вопрос, как удерживать себя, удерживать осознанность, когда мы лежим горизонтально и проваливаемся в сон. Все-таки йога-нидра — это уже работа во сне или, как вы сказали, это за пределами даже тех состояний, которые мы называем сон? Самый первый эффект нидры — это то, что человек засыпает. Это уже говорит о том, что он входит в трансовое состояние. Просто он проваливается и не может зафиксировать момент перехода. Постепенно в практике вы будете способны наблюдать за тем, как вы сознательно уже, более-менее сознательно, затем очень сознательно засыпаете. Поэтому ничего плохого в том, что человек проваливается, нет. В лучшем случае он просто выспится. Это же хорошо. Но то, что вы теряете связь, это говорит о том, что нет еще такой осознанности. Здесь надо работать с этим. Через какое-то время практика позволит вам, наблюдая свой сон, находиться в осознанном состоянии, когда ваше тело спит. Осознанный сон — это уже почти медитация. Осознанный сон — это возможность, находясь в этом состоянии измененного сознания, пусть это будет духовный транс. Я просто не очень, скажем, часто люблю использовать слово «транс», потому что трансовые состояния могут быть разные совершенно. И они, как правило, все связаны с муладхарой, с вадхистаной чакрой. Ну пусть это будет духовное трансовое состояние, так ближе людям, понятнее. Так вот в этом состоянии вы можете ускорить процесс своего развития, духовного развития. Тогда, когда вы понимаете, что вам больше не мешает ваш ум, который сравнивает и уводит в сторону. Здесь у вас возникает больше возможностей на фоне мощной концентрации. Допустим, практикуя Крия Нидра, мы погружаемся в осознанное сновидение или в осознанный сон. И какая работа уже ведется непосредственно самим практикующим в этом состоянии? То есть что он будет делать или выполнять, когда подойдет к этому этапу? Когда он подойдет к этому этапу, в процессе обучения я даю конкретные способы и веду человека. Под мой голос он будет делать то, что я ему предлагаю. Это работа с чакрами, это энергизация тела и это внутренняя самоидентификация. То есть тот человек, который получает эти уроки, он занимается под голос, его ведут. Его веду я. Он знает, что делать, шаг за шагом. Если предположить, что человек вошел в это состояние, закрепился в нем, и у него нет уроков, и он не занимается под голос, то в том состоянии, когда он оказывается, как правило, ему нужно просто научиться осознавать того, кто находится в этом состоянии. Но это опять же нужно, чтобы он у кого-то узнал, как это сделать. То есть индивидуальная практика, она возможна, при условии, что человек знает, как практиковать. Я рекомендую брать этот курс за основу и заниматься, потому что там будет ясно, очевидно, что делать пошагово, этап за этапом. На Западе, в целом, то, что сейчас мы видим в интернете, йога-нидра предлагается как средство для, к примеру, релаксации, средство устранения стресса, какой-то напряженности. Все-таки крия-нидра — это больше духовная практика, а йога-нидра, я насколько понимаю, то, что сейчас дается, это, так скажем, техника для расслабления и успокоения ума? На Западе йога превратилась в печальное недоразумение. На Западе йога настолько примитивно подается, это согласно их сознанию или восприятию, что люди утратили истинный смысл йоги. Йогананда в свое время пришел на Запад для того, чтобы возродить идею йоги в сознании людей. Но сейчас в современном мире йога — это релакс, с чем я совершенно не согласен. Если вы посмотрите на санскрит, обратите внимание на то, что из себя представляет йога с точки зрения санскрита, то йога — это воссоединение с высшим, по сути, высшим внутри себя. Поэтому здесь одним релаксом дело не обойдется. Так как преподносят это на Западе, это проблема тех, кто попадает в эти школы. Я считаю, что йога-нидра — это прямой путь к космическому сознанию, где крия-нидра — это осознанный прямой путь к космическому сознанию. Просто почему я говорю крия-нидра? Потому что в крия-йоге есть несколько другие альтернативные способы трансформации сознания. Базовая йога-нидра, она дана всем как этап расслабления и внутренней работы с образами. А крия-йога, она отличается от раджа-йоги. Раджа-йога в себе содержит йога-нидру. Крия-йога в себе содержит крия-нидру. Это несколько другое. Поэтому и то, и другое является очень глубоким знанием или очень высоким знанием. Все зависит от того, как люди воспринимают. Если у человека нет глубины восприятия этого, то ему надо научиться расслабляться хотя бы. Но тогда это можно назвать просто позой расслабления. Но не называть это йога-нидрой. Потому что йога-нидра — это глубокое знание, это высокое знание, повторю. Это путь к космическому сознанию. Спасибо, мастер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok